Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами вновь разговариваем об укоренении черенков винограда. Поговорим о том, что такое стопроцентное укоренение, миф это или реальность. Разберем факторы, которые влияют на укоренение черенков винограда и разберем причины неудач. Мы занимаемся виноградом более 10 лет. Наша личная коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм. За все это время мы укоренили не одну тысячу черенков, поэтому нам есть чем поделиться и что вам рассказать. Многие интернет ролики, многие статьи в интернете обещают вам при неких условиях стопроцентное укоренение. Но давайте разберем с вами, что такое вообще 100% и вспомним замечательную науку математику, вообще ее раздел статистику. Если мы с вами, ну такой самый простой детский пример, если мы проращиваем один черенок, он у нас пророс, 100% укоренение. Да, а если он не пророс? 100% неукоренение, берем два черенка. Один пророс, один не пророс. У нас 50% неудачи. Ну, понимаете, вообще все зависит от выборки. И чем больше выборка, тем цифры становятся достовернее. Если мы укореняем условно 5 черенков, то у нас в один раз может вообще все классно получиться, 100%, да, а в другой раз чуть ли не 100% не получится. Это просто стечение обстоятельств, и это, ну, как бы не является каким-то достоверным результатом. Просто вот стечение обстоятельств. А теперь чуть-чуть посмотрим это все на примерах. Буквально недавно я выпускала ролик, где как раз-таки рассказывала про вот эти вот народные способы укоренения и показывала, как они в действительности работают. Вот с момента постановки прошло 32 дня. Про сроки мы еще с вами сегодня поговорим. А сейчас посмотрим, что же у нас в баночках. Вот наши баночки. Везде использовался один и тот же сорт. Ядвига галюнаса. Первая баночка, здесь 10 черенков уже. Я их совместила. Я использовала воду водопроводную и воду талую. И вот здесь, в этой баночке, у нас 100% укоренение. Все черенки на сегодняшний день пустили корни. Следующая баночка у нас это корневин. Концентрация 1 грамм на литр. Время выдержки 6 часов. И здесь у нас 2 черенка из 5. То есть, понимаете, менее 50%. Хотя все черенки живые, они все выпустили побеги. Дальше такая чудесная, восхваляемая всеми и многообещающая ивовая вода. Один из 5. Нет, конечно, те тоже, они живые. Они, скорее всего, что пустят корни. Но на сегодняшний день 32 дня прошло. Все стояло в одинаковых условиях. Один из 5. Картофельные ростки 3 из 5. И тоже очень любимый всеми мед. На сегодняшний момент 2 из 5. И здесь явно видна задержка в развитии побегов. Они развиты гораздо меньше, чем в остальных баночках. И здесь опять же возвращаемся к математике. Если мы рассматриваем каждую баночку в отдельности, процент 1. Да, если мы сложим все вместе и возьмем процент укоренения, он будет другой. Понимаете? Всего лишь цифры. Никакой магии. И также хочу обратить ваше внимание. То есть показала, в принципе, везде зеленые побеги раскрылись. Но вот один есть такой очень сильно отстающий черенок. Вот прям очень сильно. Видно, что он живой, да? Почечки пошли. Ну, даже вот взять из этой же баночки. Вот укоренившийся черенок. Смотрите, они практически одинаковые. По толщине, ну, длина на сантиметр отличается. Это вообще не отличие. Но, видите, у этого и росточки, да, и классные корешки. А вот с этим что-то не то. Да, он живой, но явно отставание. То есть такое тоже может быть. И чем больше выборка, тем, ну, как бы это все становится нагляднее. Если выборка маленькая, да, то может повезти. И таких условно не попадается, либо наоборот таких попадется больше. Это всего лишь статистика и всего лишь фактор, на которые мы, к сожалению, повлиять не можем. И опять же возвращаемся к нашим баночкам. Смотрите, на обычной воде мы получили 100% укоренение. Без каких-либо танцев с бубнами. А в других баночках, ну, где-то 50, где-то меньше. Вот вам и обещание, да. Как раз-таки многие ролики говорят, что при использовании вот каких-то таких вот штук вы чего-то получите. Реальный опыт показывает, что, к сожалению, нет. И когда я выпускала предыдущий ролик, тоже было много комментариев. Ой, у вас слишком много воды, вот надо сантиметр-полтора. А у вас больше. И что? Так если бы причина была в слишком много воды, да, у нас бы во всех баночках были плюс-минус одинаковые результаты. Но почему-то в одних укореняется, в других нет. И даже если мы возьмем каждую конкретную баночку, да, то есть если бы дело было вот прямо в уровне воды, то у нас бы там все было плохо. Но почему-то одни пускают классные корни. Вот даже пример тоже ивовой воды. Чем плохие корни? Вообще классные. Да, другие не пускают. Причем здесь уровень воды. Или там вот у вас вода мутновато, может она затухла. И что? Почему? Опять же, результат был бы в каждой баночке примерно одинаковым. И почему тогда одни пускают вот такие корни, а другие не пускают? Черенки все плюс-минус одинаковые. По толщине они все взяты с одного куста. Они все хранились в одном месте, они все проращивались в одном месте. То есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю, что всего лишь статистика, вот бывает так. И вот эти народные методы, к сожалению, не работают. И даже не то, что не работают, а реальный пример показывает. Они даже тормозят развитие. Теперь разговариваем о факторах, которые влияют на успешное укоренение. А факторов этих, на самом деле, очень много. Конечно, качество черенка. Безусловно, оно влияет. И, кстати, очень многие в случае каких-то неудач сразу все списывают на качество черенка. Это неправильно и неверно. Качество черенка, оно, конечно, очень важно. Но кроме этого, есть еще вот такой вот огромный список дополнительных факторов. И опять же, из нашего опыта, да, у коренния не одна тысяча черенков, бывало так, что визуально прекрасные черенки, ну, наш опыт позволяет отличить вызревшие черенки и невызревшие, хорошие от нехороших. Потому что тоже были ролики, когда я показывала, как укореняются одни и те же черенки в одинаковых условиях, что тоже кто-то пускает корни, кто-то не пускает. Я ставлю ссылку на тот ролик. И там мне писали, вот эта вот часть была невызревшая, вот эта была то. Ну, еще раз повторю, мой опыт позволяет мне определить вызревшие и невызревшие черенки. Когда мы их нарезаем весной, да, и видим, что черенок зеленый, ковырнем почку, почка зеленая, все, прекрасный черенок. Но тем не менее, бывало, что вот такой классный, хороший, красивый, почему-то не укореняется. А маленький, неказистый, который вообще, ну, как мусор. Бывало, что покупали мы и такие черенки. Бывало, что я просто экспериментировала с такими черенками и смотрела, как они прорастают. Так вот, иногда все получается наоборот. Хотя казалось бы, да, что вот хороший, красивый должен прорастать. Но, к сожалению, бывает вот так. Опять же, берем баночку с простой водой. Здесь все прекрасно укоренившись. И толстенькие, и тоненькие. То есть просто бывают отклонения. И это, ну, как бы, примите это, как должно быть. Вот оно так бывает. Теперь переходим к другим факторам. Да, кроме качества черенка. Огромнейшую роль играет хранение. То, как вы этот черенок хранили. Он мог где-то перегреться, где-то пересушиться. Есть такие рекомендации, например, когда вы храните в холодильнике, что надо завернуть во влажную тряпку или газету. Зачем, непонятно. Ну, там я не исключаю, что может быть какое-то подпревание. И, соответственно, классный хороший черенок. Да, вот что-то там может нарушиться как раз-таки из-за хранения. Может где-то пересохнуть. Если вы получаете черенки по почте, то тоже надо понимать, что они едут абсолютно разный путь. Да, кто-то доезжает быстро, кто-то доезжает медленно. Может так случиться, что, например, была холодная погода, даже морозная. Вот черенкам это вообще не страшно. Легкий мороз, они прекрасно переносят. А может быть, наоборот, там где-то на складах лежало возле батареи. Понимаете, ни вы, ни я, никто не может на это повлиять. Но на черенки эти факторы, они безусловно влияют. И, конечно, потом они могут прорастать по-разному. Следующий фактор – сроки укоренения. Если мы укореняем слишком рано, черенки, в принципе, могут быть еще к этому не готовы. И они могут начать, вот, показать вам рост, показать что-то, а потом просто благополучно загнуться. Да, такое тоже может быть. И опять же, пример прошлого сезона, вот, ставила в начале февраля примерно, черенки, ну, для видео. Сами мы уже не проращиваем в такие сроки. Сами мы начинаем проращивать примерно в середине апреля. Так вот, черенки, которые я ставила в феврале, и черенки, которые мы ставили в середине апреля, они проросли по-разному. Февральские хуже. Хотя, казалось бы, они же еще полежали, должны были подсохнуть. Нет, они не подсохли, они гораздо лучше укоренились, понимаете? То есть, сроки влияют, и не надо спешить, вы ничего не ускорите, я много раз об этом говорила. Дальше, способ укоренения. Тоже повторяю из видео-видео, вода худший укоренитель, ну, по крайней мере, из нашей практики. Да, в ней укореняется, но вот особенности, что у нас начинают сначала расти, зеленые побеги. Черенка и запас питательных веществ, он не безграничен. Начинается все тратиться на зеленый побег, и корни потом могут просто не пойти. Определенный процент таких черенков при проращивании в воде, он бывает. Может он там пустить через 2-3 месяца корни, а может не пустить вообще никогда. Все, тоже с этим смиряемся. И вот я каждый раз повторяю, что вода худший укоренитель, но тем не менее, это способ самый распространенный, самый всеми любимый. Мы принимаем как должное, что определенный выпад там имеет место быть. И опять же, возвращаясь ко всем моим баночкам, вот все эти народные методы, да, они только ухудшают проращивание, но никак его не стимулируют. Кроме того, надо понимать, что разные сорта, они прорастают по-разному. И вот эти вот стимуляторы, они на разные сорта тоже могут подействовать по-разному. Есть в принципе сорта винограда, которые укореняются сложно. Это тоже как бы понятие принять. Вот из нашей практики у нас, например, лора укореняется хорошо, но долго. Зилга тоже укореняется, ну так туговато. Выход хороший, но по сравнению с другими сортами, они укореняются дольше. Следующий фактор, который влияет, это температура и влажность в помещении. То есть, если вы ставите, опять же, где-нибудь в феврале на прохладное окошко, еще не очень хорошее освещение, вот опять же, сегодня такой день серый-серый. А в принципе, вот за, ну в феврале, да, немножко мы получили солнечные дни, например, декабрь и январь в Беларуси было только два солнечных дня. Если посчитать там по количеству часов, вообще ни о чем. То есть, опять же, понимаете, мы поставили, да, темно, вот эти вот листики, ну, за счет чего им работать, вот они такие будут бледненькие. Опять же, растение тратит свои силы не на то, чтобы образовывать корни, а на то, чтобы как-то выжить, и этих сил может не хватить. Температура, да, при определенной температуре. Прорастание и укоренение идет гораздо лучше. Если прохладное окошко, значит, там могут сроки задерживаться. Пример тоже. Когда мы используем такой прием, как кельчевание, мы создаем разницу температур. На корнях примерно градусов 25, а сверху, там можно 10, даже можно чуть ниже. Почки у нас спят, они не пробуждаются, зато хорошо образуются корни. Несколько лет назад, тоже оставлю ссылку на это видео, мы дома делали примитивный кельчеватор, просто в батарее ставили столик. И вот там, например, во влажных опилках, первые корни пошли, по-моему, недели через 2, а может даже чуть меньше. Ну, а в среднем, где-то там, уже когда было недели 3, это уже были хорошие, большие корни, вот в воде, повторю, сегодня 32-й день, да, то есть, результаты вы видели сами, повторять еще раз, показывать их нет смысла. То есть, температура, влажность, освещение, это все будет влиять. Про то, что разные сорта укореняются по-разному, я уже говорила. И есть еще ряд факторов, которые мы не можем, скажем так, определить и как-то вот идентифицировать. Но так или иначе, они будут влиять, да, это наше настроение, это, ну, вплоть до атмосферы в доме, там, ретроградной Меркурии, что-то еще. Наша практика, многолетняя и огромнейшая выборка черенков, ну, она показывала, что бывает как бы все хорошо, да, а бывает не очень, бывает укореняются тоненькие, страшненькие, да, а большие, красивые не укореняются. Бывает наоборот. То есть, ну, есть что-то, на что мы не можем повлиять. И когда мы вот только нарезаем черенки на укоренение, если срез зеленый, да, или там почку мы ковырнули, она зеленая, все, черенок, ну, с ним все хорошо. И дальше уже идет вот эта вот совокупность различных факторов, которые позволят этому черенку укорениться, ну, либо не укорениться. Ну, конечно, всегда помните о сухой науке статистики. Когда у нас есть большая выборка, да, там более-менее результаты будут, скажем так, информативные. И если мы укореняем 5 черенков, условно, да, то у нас может быть все хорошо, а может быть не очень, даже по независимым от вас обстоятельствам. Просто так сложилось. Точно так же вы покупаете пачку семян, и есть определенный допуск, да, что какой-то процент прорастет, а какой-то процент не прорастет. Несмотря на то, что здесь семена там проверяются, да, есть определенные допуски и так далее, и так далее. Но растения, они живые, они иногда ведут себя непредсказуемо, не так, как нам бы хотелось. Если бы мы могли спросить у каждого конкретного черенка, почему он не прорастает, да, если бы он нам мог ответить, ну, было бы классно. К сожалению, мы спросить не можем. И бывает вообще так, что живой черенок, вот и на срезе он живой, он не хочет укореняться, он даже не хочет распускать почки, при этом надрезаешь почку, она живая, все хорошо. Ну, по какой-то причине вот он не хочет этого делать. Хотя мы вроде бы все делали правильно, все делали хорошо, но почему-то что-то пошло не так. Ну и, конечно, еще раз про народные средства, да, что они не всегда работают. И очень аккуратно надо работать с корнестимуляторами, потому что в некоторых случаях они могут иметь обратный эффект и затормозить все. Либо они могут классно дать там суперщетку корней, но это будет просто палка с корнями, которую вы потом благополучно выбросите, потому что вся энергия пошла в корни, а верхняя часть может не раскрыться, либо даже если она раскроется, то не исключено, что потом вот этот конкретный черенок погибнет. Ну, опять же, потому что мы слишком нарушили равновесие, мы слишком сильно вмешались, скажем так, в жизнедеятельность вот этого черенка. Имейте это в виду. И такой маленький совет, если вы хотите вот какие-то использовать, вот эти обещанные стопроцентные способы, ну, если у вас хоть какой-то виноградник есть, нарежьте по осени черенков, вот просто для экспериментов. И прежде чем тот или иной способ использовать, пусть он вам обещает хоть 100% прорастание, хоть 500, но проверьте его на своем опыте, прежде чем использовать на тех черенках, которые вы купили. Много-много лет назад тоже мы такой один способ, ну, там, там больше по кельчеванию, мы попробовали, он оказался не рабочий, испортили часть черенков. Просто их высушили, потому что вот, потому что не досмотрели, не учли, что есть еще какие-то факторы, про которых в ролике не показывали, не рассказывали. Поэтому прежде чем вот верить каким-то 100%, желательно попробовать, я же говорю, свои какие-то возьмите, хоть даже вот просто осенью обрезали, на землю покидали, они еще вполне могут быть живые, часть, и на них можно попробовать. Вот перед тем, как основное укоренять, попробуйте на каких-то таких, не знаю, к соседу сходите, тоже, если у него там где-то обрезка какая-то была, попробуйте, потренируйте, чтобы не было потом очень сильно больно. Но вообще, если сомневаетесь в своих силах, сомневаетесь, что прорастите, сталкивались с какими-то неудачами в проращивании черенков, берите саженцы, саженцами все гораздо проще. Надеюсь, видео вам было полезно. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, наши контакты, ссылка на каталог наших сортов и ссылка на другие полезные видео. И до новых встреч!